Как доложил министр труда и занятости региона Михаил Филимонов, в этом году завершается действие трехстороннего соглашения, которое устанавливает принципы социально-трудовых отношений. Оно было заключено в 2020-м между органами власти, областными объединениями работодателей и профсоюзами. Особое внимание в рамках совместной работы уделялось выполнению обязательств по заработной плате. Зафиксирован рост среднемесячной зарплаты в 2020 году на 8,2%, в 2021 почти на 11%, в этом году на 12%. Годовой целевой показатель установлен 38 300 рублей. За 9 месяцев 2022 года он выполнен на 95,2%. По итогам года заработная плата в номинальном значении оценивается на уровне 38 550 рублей. Кроме того, на заседании подвели итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». На участие в этом году заявилось свыше сотни организаций и предприятий области. В итоге к соревнованиям было допущено всего 27 участников. В числе 15 номинаций было, к примеру, сокращение производственного травматизма. Шесть победителей номинированы для участия в федеральном этапе.